наша любимая часть программы что вы нам принесли я принес вот такой сувенир это копилка это копилка но во первых это сотрудник госавтоинспекции который отдает воинское приветствие он на сотрудник гаи который отдает воинское приветствие водитель это символ безаварийной езды и скажем так такое приветствие ни гвоздя ни жезла в нашей дорогой редакции спасибо большое огромное уж постольку я конечно придумал что-то другое но постольку поскольку здесь есть вот такая вот палочка вот такая вот у него есть да у него есть палочка александр иванович давайте с вами сейчас пофантазируем я сейчас это поставлю нам под ноги пофантазируем и представим что вы стоите на дороге регулируете движение смотрите видите и нет у вас палочки и едет водитель вот мы сейчас по очереди будем фантазировать каким образом чем мы можем сигнализировать чем мы можем махать танцевать на дороге что-либо делать чтобы остановить его начнем с меня я предлагаю махать ну пускай куском мяса сыр и вот так вот ли да я вот сделаю вот так вот ну как сотрудник гибриде просто жестом руки жестом руки а если он говорит привет привет и есть такие жесты которые водителя поднимать всегда от принимать всегда однозначно пусть даже если же это жест руки они были идеально хорошо быть на ишникам я тебе не ездить здесь пойдемте снимать идем работа штрафы для самозанятых великие имена для российских аэропортов и тариф на проезд в сарове о чем говорит город говорим и мы обсуждаем самые интересные на наш взгляд события последних дней в эфире соседский вай-фай в студии кирилл васенин или дежула его отключаемся ну что кирилл поговорим о самозанятых я знаю что параллельно с основной работой самозанятость у тебя присутствует только не поли меня пожалуйста а то сейчас все посмотрит скажет что кирилл все и так знают что ты у нас ведущий с бородой мы давай я не буду задавать тебе компрометирующие вопрос платишь ли ты налоги с той своей деятельности пусть это останется за кадром и на твоей совести пожалеете бедных ведущих несчастных потом и кровью конечно на наше государство планирует залезть к вам в карманы дорогие ведущие нянечки репетиторы госдума в первом чтении приняла законопроект налоговой базе для самозанятых изначально все это звучит как будто бы очень интересный что в чем смысл то есть что должен в том что самозанятые будут облагаться налогом от 4 до 6 процентов на прибыль причем платить этот налог будет очень легко достаточно будет в телефоне установить некое приложение и когда придет срок просто через это приложение списывать вот эти четыре процента это раз в месяц на 1 до 1 месяц звучит что будет очень удобно и пилотные проекты будут запущены в москве в татарстане калужской области еще где-то будет то есть ну грубо говоря это такие пилотные пилотные зоны где это будет использовано да и вроде бы все бы замечательно и на пилотных вот этих зонах все отработаем и посмотрим как как она будет в действии да но накануне рассмотрения этого законопроекта председателя думского комитета по бюджету андрей макаров заявил вот что что в случае если обнаруживается у человека вот такой доход не зарегистрированы то этот человек будет платить штраф размере этого дохода не всегда было интересно вот тут вот он сидит там у себя в думе он наверное классный пацан вот все как надо наверно все у нее все хорошо как он будет контролировать какого нибудь чувачка там не знаю ну там в приморском крае например у себя работает себе там сидит или там женщина там с одним ребенком дома воспитывают одна ребенка но подрабатывает она репетитором после школы забрать вот эти вот там грубо говоря там 10 15000 который он сказал об этом а потом этот вопрос который ты задаешь теперь ему он задал вечером себе подумал а как я собственно узнаю да что там никто кирилл бассейн проводит праздники и не хватит наложить я думаю ты же скажешь он сказал потом подумал и дальше это был просто мастер-класс по переобыванию в воздухе этот же товарищ андрей макаров сказал что не 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 кто не зарегистрировался в общем то тот и не зарегистрировался на нет и суда штрафовать мы будем тех кто зарегистрировал тут надо понимать что меньше тысяч человек это тех кто официально вот в приложении любит там зарегистрировался как самозанятый но этот проект он как бы как будто бы и подразумевает что люди побегут из тени потому что с одной стороны это удобно вот есть у тебя до какой-то доход дополнительный и 4 процента это не такая большая сумма но она выводит тебя из тени это дает тебе возможность не бояться каких-то штрафов не бояться банковских переводов да вот и для там уже был что там меня штрафуют того что мне там какие-то неучтенные средства на карте но из когда ты заключаешь договор с заказчиком договор это безопасности для заказчика и для исполнителя и вот эти четыре процента казалось бы опять таки ну хорошая инициатива но вот все эти разговоры будем штрафовать тех будем штрафовать этих ну заговаривается человек вначале сказал будем что штрафовать одних потом передумал сказал не будем штрафовать других но это же получается карт-бланш мы будем штрафовать только тех кто зарегистрировался не хотите штрафовать вас не регистрируется не рассказывайте государству но где-то еще дорабатываете честно интересно посмотреть на тех людей кто реально подписался и такой я выйду из тени ребят зачем это сделали я не понимаю этого к чему ты сейчас призываешь нет я не призываю там обмануть государства просто судя по всему в нашему в современном мире в данный момент проще проще сделать так чтобы о тебе не знали все сейчас наша городская дума рассматривает тарифы на проезд в автобусах муниципальных и тариф планируется прямо вот за небесный взлетел в мае в мае 18 рублей в прошлом мае год назад до 18 очень давно на автобусе да тут они пришли в начале сказали а давайте-ка 27 будет рублей то есть на половину сейчас на той стороне экрана сейчас люди сделали вот так и как вот как вето если кстати вот ты я и кости соберемся куда-то ехать нам дешевле будет вызвать такси по 27 плюс 27 плюс 27 вот в общем то и тариф до 100 рублей в любую сторону доехать за 100 рублей просто что будут делать подожди я тебе расскажу дальше ну посидели послушали граждан в нашей администрации сказали ну да наверное 27 дороговато будет 25 тут вот она будет выведена это проект решения но если ты будешь платить банковской картой проезд для тебя будет стоить 22 рубля солишь за на за наличный расчет дороже за безналичный расчет дешевле таким образом наша администрация планирует стимулировать перевозчика на переход вот к этим современным бесконтактным терминалом оплаты за нас за наш получили стимулируемых платим мы еще тут на днях прозвучало такой разговор что хотят точнее но разрабатывается законодательная база для того чтобы сделать проезд днем когда нет час пика в россии в общем и в целом дешевле чем в часы час пик то есть сделать такой как это называется то дифференцированный подход к цене на проезд ну вот эта дифференциация мне может быть и понятно но дифференциация по методу оплаты но это да и это еще я вешу 50 ты 150 поэтому ты платишь дольше это немножко я медленно достаю дифференциация по принципу оплаты вот это то же самое что по принципу веса я плачу наличными ты платишь картой но почему я должна быть более ущербном положении чем ты в данный момент когда у нас программа 18 выходит в эфир депутаты на очередном комитете снова обсуждают проект решения потому что они не договорились депутаты не согласны не согласны да они предложили свои цифры 22 за наличные 20 за безналичные и 18 и 19 долгий длинный проездной то есть они просили администрацию скинуть все-таки тариф потому что они говорят да повышение нужно это логично потому что индексация всего происходит кроме этот этот рост он должен быть какой-то адекватно смотрите новости уже завтра и узнаете все таки до чего они договорились а теперь я предлагаю санечка сделай нам егора летова сделай нам хорошо красота не случайно вспомнила и гора летова ты наверно понимаешь чем и конечно это самый замечательный новость прошлой недели мне кажется самое классное для всех кто хоть как-то относится круг музыки давай расскажи нам ну в общем что у нас в омске строят новый аэропорт и жителям горда дали возможность выбрать название для этого воздушного шлюза региона ну естественно предлагались разные и один из один из пунктов аэропорт имени егора летом не дала мне договорить ну ладно ты любишь его больше чем я вот действительно кто-то предложил сделать аэропорт имени егора летова я прям представляю летишь пункт назначения егор летов так и хочется долететь в этот омск на самом деле инициатива это перед отлетом будет играть пластмассовый я думаю что если все-таки аэропорт в омске назовут именем егора летова это будет главный признак того что пластмассовый мир все-таки не победил и макет не оказался сильнее на самом деле речь идет не только об аэропорте в омске это всероссийская акция называется великие имена россии и аэропортом крупным аэропортом во многих городах страны было решено дать имена великих людей которые так или иначе связаны вот с тем или иным городом и на сайте великие имена россии проходил конкурс и сейчас там идет голосование и в конечном итоге люди сами выберут имя аэропорту в городе в котором они будут жить то то же самое голосование проходит нижнем новгороде то что стриги на хотят переименовать переименовать да там именно именина пожарского театральных деятелей предлагают то есть то какое-то имя получится лида даже тоже строит аэропорт мне кажется больше мне кажется это прям надо надо срочно спросить у людей какое бы имя они на либо нашим и расширь давай спросим давай спросим какое должно быть название у нашего аэропорта аэропорта города современного центра науки оно должно быть молодежным креативным зовущим и вдохновляющим на подвиги когда сорок чик сорок чик спасибо какое предложение изумрудный заповедник физиков с помощью вот так вот скучно грустно а давайте примем версию без понятия пункт назначения без понятия можно назвать аэропорт ефимова ефимов это летчик знаменитый аэропорт и винтик и шпунтик здорово принято канал 16 отлично а мне уже 40 это звучало как приговор мне уже 40 взглядный атом я не знаю в честь ученого какого-нибудь или герой советского союза только зеленым чем-то в голову приходит для тех кто здесь не бывает вообще да и они приезжают на и просто скажет сказкой оазис и на самом деле другой мир будет но да будет очень даже интересно для нашего города ну а мы продолжаем нашу программу к нам в студию присоединился александр иванович косинков начальник гбдд и мы сегодня побеседуем о ситуациях на дорогах в нашем славном городе сарове но для начала запаролимся кирилл да александр иванович вводить пароль наш сегодня вай-фай пдд гбдд пдд гбдд пдд гбдд я так артикуляционный аппарат разминаю как текст читать гбдд 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 отлично ура мы тут опросили наших горожан какое имя могли бы они могли бы дать нашему аэропорту который строится сейчас у нас вот есть несколько вариантов и мы хотим выбрать лучший и автор лучшего варианта получит небольшой подарочек от канала 6 нас вот такую кружку 10 вариантов давай кирилл и так поехали невзлетный атом зеленый винтик и шпунтик заповедник физиков люльчик ефимов другой мир изумрудный зато 24 саровчик и вертолетик аэропорт невзлетный атом например или пункт прибытия заповедник физиков мне кажется изумрудный изумрудный блин а мне надо не разошлись а тебе заповедник да я прям топлю за заповедник мне кажется это очень кости тебе какой тебе больше нравится заповедник физиков два против всех остальных итак под барабанная дробь спасибо саша автор этого ответ получает подарок от нас такую кружку свяжитесь пожалуйста с нами приходить на силки на 41 звоните по телефону 60131 и играть подарки расскажем как забрать куда прийти но теперь к ситуации на дорогах александр иванович вот какое-то время назад прямо какой-то бум аварий был у нас и таких серьезных аварий а сейчас наоборот спад тихо стало это был какой-то сезонный такой пик или просто не отчего не зависит да если брать сентябрь месяц и летний период конечно на фоне спокойного лета когда у нас по итогам летнего периода минус пять по количеству дорожных трасс на пашистик по многичным периодом прошлого года и вдруг вот такой резкий всплеск в сентябре но понятно что этот всплеск он ежегоден он ожидаем во первых очень много граждан нас летом отдыхают за пределы нашего города приехали немного отвыкли от дорожного движения школьники то же самое студенты все вернулись от бабушка и от дедушек из-за летних лагерей в город и интенсивность движения естественно увеличилась и во-первых может быть и конечно природный катаклизм такой сыграл на руку с хорошей погодой с высокой температурой в сентябре но тем не менее вот такой скачок дтп а их у нас за сентябрь месяц произошел 15 пострадавшими только с пострадавшими это многое если брать период на личный период прошлого года сентябрь месяц именно только сентябрь 17 то было где то был 10 то есть просто полтора раза это только за сентябрь а если вот другой анализ делать из этих 15 дтп сколько было по вине пьяного водителя одно вот это последний который был дату где на харитон избили это уже октябрьская а это уже но вот октябрьская одну дтп который с участием не трезвого водителя но произошло в сентябре месяц и вот это одно из 15 когда причиной вот стала чистая человеческая небрежность преступные скажем так его халатность вот в основном в остальных случаях 14 это невнимательность это где-то поторопился где-то что-то не заметил где-то что-то пренебрег каким-то прописанными истинно истинно что и повлекло за собой совершенно а вообще если вот обобщить его за девять месяцев какой процент пьяных водителей совершает дтп относительно всех остального давайте возьмем 60 но дтп с пострадавшими лучшими призме зарегистрирован за 10 месяцев из них 5 дтп с участием нетрезвых водителей 5 чуть меньше десяти процентов это чуть меньше десяти процентов и в этом году мы имеем небольшое снижение по дтп с участием водителей нетрезвым состоянием 7 до 5 но вот если говорить о последнем дтп когда на перекрестке октябрьские харитона произошло да вот это прям прям выдело это просто жутко это было жутко что без жертв но выглядело очень страшно все уже расследование приведено или как нет еще административно расследование возбуждено но продолжается а что с пострадавшими на данный пострадавший лечится лечится а водитель и водитель и водитель лечится и вот чего лечит к счастью он не такие серьезно получил он вчера уже к нам приходил но он раскаивается так вот он пришел в конкурсе были ребят я вот я прям косяк или нет я при его поведению именно поведение по по его разговору не заметно что что-то раскаивается посмотрим как он себя будет вести уже в конце административного расследования но пока ну и что ожидать от водителя который сел за роль будучи находясь в состоянии алкогольного пенинга а вот с кириллом даже говорили как-то летом тоже тему пьяных водителей и мы прям говорили вплоть до того что жестко это потенциальные убийцы это не просто преступника потенциальные убийцы и у нас в этом году имеется дтп со смертельным исходом наверное помните но и произошло в июне месяце в балыково но до 1 до 100 в состоянии алкогольное пенинг совершил на и совершил сотовение такое полтора года колонию поселения оказалось человек зарезал кого-то он получает там 8 лет вот на ваш взгляд александр мы не разговариваем не как сейчас представитель герды по-человечески какое из измеримое наказание такое чтобы человек больше к этому не возвращалась каким может быть соизмеримое наказание соизмеримое преступлению ну как за не за неусторожное причине как причине смерти скажу так по неосторожности а это напомните по статья 209 уголовный кодекса российского дарса там вплоть до 8 лет 8 лет за 8 лет в принципе уже можно успеть одуматься да и подумать что же ты сделал такое на слава богу количество попивающих за рулем снижается 7 до 5 вот в этом году вообще о ситуации на дорогах в городе вот я как человек приезжий мне кажется честно что тут и водители и пешеходы подрасслаблены немножечко пешеходы ходят как хотят красный не красный зеленый не зеленый пешеходный переход не пешеходный переход мне надо мне удобно я иду я пошла и тени и пошел да 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 водители тоже где-то так глаза закрывают на сигналы светофора паркуются безобразно сарове извините товарищи водители на парке я хорошо допустим очень многие прямо с этим столкнулась первое время я была в шоке люди не пристёгиваются надеюсь водитель еще накладывает отпечаток закрытость города ведь у нас иногородник практически нет человек который приехал тоже не ждут варзамас из другого региона с другого города вот это нахождение в чужом городе она так как обещать отпечаток на его предъявление более более presses он и идеи более собранным более строжное человек который находится в в городе это наши житель которые болезняки все дорожные знаки в нашем городе каждую почку а наш дорога каждой вы бали на каждую дорожную знак ездит ему как это говорится по памяти закрытыми глазами и вот это вот правильно говорить расслаба расслабленность она вот итог вот этого традиционного проживания нашим городе что вы говорите по того что водитель не пристегнутся я думаю что зря говорите мы практически ежедневно выявляем таких нарушителей что касается водителей и пассажиров впереди сидящих то процентов 99 если не больше водителей и пассажиров пристегнуты я лично наблюдал как ваши сотрудники я не я не понимаю как они это делают мы были скорее в рейде по детским крестом по пристегнуты едет машина до нее метров 100 четко остановлю того кого не пристегнут ребенок как я спрашиваю как видно же прям видно стекло груди не видно что это уже человек который проработал инспектором п.с. не один год на дороге он уже у него профессиональная подхватка потоки машин выискивать вытаскивать оттуда этих нарушителей а ты кирилл пристегиваешься у меня рефлекс я пристегиваюсь как только сажают причем это сталкивался ехал у меня пассажиром человек со мной чем пристегиваешься ну типа никто же не остановит я про себя думаю так я же не еду не ради того чтобы меня не остановили 500 рублей не выписали я еду ради того чтобы если сейчас что-то произойдет подушка безопасности и ремень спасли хотя бы мое лицо вот это такой странный момент я не превышаю скорость потому что меня может сфотографировать камера я пристегиваюсь потому что меня может остановить сотрудник гибдд почему-то мы думаем в первую очередь о том что нас могут наказать а не о том что мы можем извините убиться просто так странно это вот конечно странно вот наша наша скажем так российская вось мы чаще всего соблюдаем что-то соблюдаем из-за страха наказания такой часть очень часто бывает не думая там о последствиях если ты не пристегнешься например из нас были случаи когда в результате не очень страшно дтп просто из-за того что сработала подушка безопасности на автомобиле но человек не был присернут дтп имела летальные последствия это дтп на варламской дороге 200 до 2009 год если не изменяет когда водитель при наезде на препятствие подушка безопасности ему сломала шейные пазанки он не будет присернут поэтому на наших на современных автомобилях которые имеют защиту виде подушку безопасности так называемых пристегивается ременью безопасность просто обязательно не только впереди но и сзади автомобиля еще один вопрос хотел вам задать касаемо камер который фиксирует правонарушения как ситуация в сарове потому что мне кажется не густо нас этими камерами больших городах на каждом перекрестке чтобы кто-то там пересек стоп-линию от этого уже отучили здесь мне кажется даже люди не вспоминает о том что есть это стоп-линия а ведь на минуточку это полторы тысячи насколько это нет не пойман него да совершенно верно в настоящее время проблем у нас с работой центра безопасности дорожного движения в нашем городе по профилактике скоростного режиме режима в настоящее время работы и я надеюсь что в ближайшее время измерители скорости который работает в автоматическом режиме они у нас в городе появится так что друзья мои будьте внимательнее измерять и следить за вами во всех форматах надо уточнить это же не принадлежит гибдд нет нет они в федеральном кузяном учреждении фкл они же имеют право прятаться или нет есть специальные знаки но если этих знаков нет используя эти камеры там же также возможно камера устанавливается там где имеется очаг аварийности он сегодня может быть в одном месте завтра может быть в другом месте сейчас за тех кто в нижний новгород есть час кита после арзамаса прямая без одного поворота 8 камер стоит если это прямая без одного порода не говорит о том что то не безаварийное место но так можно погнать вот зачастую вот таких на таких участках и чаще всего происходит вот тут такой момент опять да с какой целью стоит эти камеры если наловить нарушителей дату и можно спрятать а если снизить аварийность то мне кажется как раз надо предупреждать здесь стоит камера чтобы люди снижали скорость все практически камеры которые установлены на автодороге они все видны и понятно что очень трудно разглядеть крисп так называемый который на трех ноги стоит там за 500 метров но при проезде когда 20-30 метров остается остается вполне она должна быть видна совершенно верно и не соглашусь с нашими законодателями которые говорят о том что необходимо закрыть запретить использование радар детекторов использование радар детекторов предупреждает водитель о том что здесь работает крисп и совершенно верно ведь это не только предупреждение нарушение права это предупреждение аварийной езды и вот это и настоящая профилактика в других регионах я открою наверное секрет в других регионах использовать такие устройства которые сами по себе не являются изменительными скорости но подают сигнал такой же и обманочка как называю раз и радар детектор сигнализирует о том что здесь изменитель скорости водитель снижает скорость и тем самым он профилактирует аварийность ну и завершая нашу беседу снежок нам обещают и наверное хотелось бы услышать пару слов от вас нашим телезрителям как им быть что делать чтобы если завтра выпал снег если завтра то сегодня нужно поменять резину сегодня да а если ты не знает когда будет снег когда менять резину по нынешней ситуации в зависимости от того вот какая сейчас резина летние зимние очень большой контракт между летний и зимний зимний резиной летние более жесткой сейчас стала резина понятно что при снижении температуры окружающего воздуха до минус до плюс пяти даже градусов уже лучше эту резину поменять пусть даже нет снега пусть даже сухой асфальт но при такой температуре даже плюс 5 резина летний на дубе сцепление с дорогой риск снижается и чего то это все мы раньше показывает три градуса в субботу четыре на следующей неделе от двух до пяти так что друзья мои не тянем все в автосервис все меняем резину сбербанк увеличил ставки по ипотеке русскосмос не на шоу желающих застраховать новый пуск союза саратов внезапно оказался самым пьющим городом россии а кокорину и мамаеву теперь грозит аж 12 лет по статье экстремизм но ребята ну не надо депутатов обзывать китайозами и отправлять их обратно в китай напевая гангдом стайл на канале лентач появилась занимательная история о том как глава администрации токсовского городского поселения андрей кожевников и депутат совета михаил кучерявый выбросили на ветер аж 300 тысяч рублей в прямом смысле таким образом они пытались избавиться от переданной им взятки пока за ними гналась полиция после задержания полицейские потратили несколько часов чтобы собрать все деньги по обочинам а кожевников внезапно слег упадиться в прединфарктном состоянии по данным медиалекс на встречу президент россии и президента египта глава роснефти игорь сечин решил немножко поиграть вампира ставить себе конфеты тик так вместо клубов шутка кстати говоря удалась глава комитета госдумы по вопросам семьи женщин и детей тамара плетнева выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств и призвала их блокировать я возглавляю комитет по семье по нормальной семье когда женщина и мужчина женятся потому что любят друг друга а как уж они там познакомились мы тоже свое время по-разному знакомились и в транспорте и на улице и на танцах но это не значит что сразу женились мы дружили договаривались как-то ходили свататься представлялись родителям а уже потом женились регистрировались обязательно а тут чего нажали на кнопочку совпало давай да и может оказаться кто угодно какой-нибудь аферист какой-нибудь больной я вообще-то не приемлю не приемлю абсолютно отметила депутат ну а теперь наша традиционная рубрика кирилл скучал я подобрал несколько вопросов все они такие больше личного характера но не переступаю еще черту вам надо надеюсь не провокационно нет нет никакой провокации если что кириллу еще ездить по этим дорогам я постарался подобрать игра называется третьего не дано готовы поехали мясо или рыба мясо веста или тойота но он уверен дают темное или светлое светлое хорошо чуть ли не было речь до тюлени отдых в турции или грядки с картошкой 2 грядки с картошкой нормально пользоваться или нет служебным положением по мелочам не думаю что не пушкин или лермонтов пушкин бэнкси или айвазовский айвазовский контакт или одноклассники нет ни другой не найти вас до соцсети все у меня закончился опросник спасибо вам большое и традиционная сэлфи на память у меня теперь новый телефон давай на твой давай попробуем наконец-то кирилл на твой телефон ну а на этом действие нашего соседского вай-фая подошло к концу мы рады что вы были с нами подключайтесь ровно через неделю пока всем пока